А в самом заключении опять же пишут, что мебель не соответствует. То есть получается, что они не могут в самом заключении прийти к единому мнению, а в заключении они все-таки вышли к мнению, что он не соответствует. То есть у нас в принципе получается люди, которые совсем другое образование имеют, начинают рассуждать как юристы. То есть получается человек, закончивший сельхозинститут, работающий комбайнером, спокойно может разбираться в юридических вопросах и быть экспертом. Ну, получается, видимо, так. Почему, как именно ваше мнение, у суда замечания к экспертизе не вызвали большого интереса? Все-таки явные замечания, все-таки логичные замечания. Даже понимая, что суд рассматривает это как отдельный документ и не основывает на нем свое мнение. Хотя он указал в решении наши доводы, что это заключение не соответствует. Есть отклонения непосредственно и от ГОСТов, и не соответствуют их не выводы. И потом он все-таки в основу вложил это заключение, что оно никем не обжаловано. Хотя, в соответствии с законодательством, опять же, Гражданским процессуальным кодексом, мы хотели оспорить этот момент, и нам было в этом отказано. И поэтому, как бы, ссылаясь на статью 96, он не должен был принимать это во внимание заключение, раз он ссылается, что... Еще один интересный момент. Суд рассматривает требования о моральном ущербе в 1 миллион тенге снизу до 30 тысяч тенге. При этом каким-то образом установил причинно-следственную связь между установкой мебелью и наличием моральных и нравственных страданий потребителя услуг, покупателя мебели. То есть возникает большой вопрос, если все-таки причинно-следственная связь была установлена, то почему с миллиона снизили до 30 тысяч все-таки, это 3% всего лишь, да? С другой стороны, если она до конца не была установлена, то откуда моральный ущерб? Ну, тут вообще интересный вопрос, такое вы задали. Будем говорить, мебель установлена была в августе, и непосредственно потребитель обратился в общество, в Адал, в ноябре месяце, и суд вышел к мнению, что моральный вред непосредственно и приносился с ноября месяца. То есть, когда она непосредственно обратилась в Лигу по защите прав потребителей, и вот тут у нее начались моральные какие-то ущемления, непонятно почему. Страдания. Страдания, да. И в связи с этим было как будто судом выявлено непонятно. Опять же, с каких расчетов, ну, вы... Но при этом мы как юристы-то понимаем, что в нашей стране на сегодняшний день не существует четких механизмов, как определить моральный ущерб человека. То есть, это практически невозможно сделать? Возможно, но это надо очень сильно доказывать, что это привело непосредственно к расстройствам, должны подтверждаться медицинскими какими-то заключениями непосредственно, что именно вот за это... То есть, должна быть доказательная база? Надо было какую-то хоть что-то... Самое интересное, общество по защите прав потребителей заработало 60 тысяч тенге за юридические услуги по вашему процессу, эксперты 70 тысяч тенге. Общественное объединение отдал, созданное как некоммерческая организация. То есть, это не ТО. Вроде зарабатывает деньги. Вроде просто должно защищать права потребителей, но при этом работает как обычное ТО, которое оказывает юридические услуги. Вам не кажется, что эта структура на самом деле всего лишь обычная юридическая компания? Ну, по большому счету, можно сказать так, потому что, опять же, представители участвовали в деле непосредственно по доверенности. И в деле была вложена доверенность на представителей. То есть, так же, как и я прихожу по доверенности в суд, представляя интересы своего клиента, так же они приходят по доверенности, представляют интерес непосредственно человека, который обратился к ним. А вам не кажется, что на некоторые существенные моменты по вашему процессу и на мнение суда повлияла именно большая и красивая вывеска общественное объединение, то есть, якобы представляющие интересы какой-то общественности? То есть, если бы в этом случае пришли бы обычные юристы, наверное, процесс бы был более качественным. Ну, это сугубо как бы мнение. Тут выражаться очень тяжело. Я понимаю, что решение не вступило в силу. Судья вынес такие решения, но непосредственно с нашей стороны и в процессе мы ходатайствовали и говорили, давайте мы устраним все, как гарантийное обслуживание проведем. Все, чтобы там какие-то замечания были, мы это все устраняем. Непосредственно в быстрый, в семидневный срок это все можно устранить. Но еще один вопрос я вас перебью. Вам же понятно, что общественное объединение освобождено от уплаты государственной пошлины при обращении в суд. Да, конечно. Это достаточно очень интересный момент, потому что любой юрист при подготовке и подсчете государственной пошлины он 10 раз все перепроверяет на самом деле. Когда нет вот этого фильтра в виде пошлины, можно обращаться в суд как бы сегодня, завтра, сколько хочешь раз. Вам не кажется, что это некий один из вариантов бизнеса, которым именно общественное объединение по защите прав потребителей пользуется, якобы защищая права потребителя, а по факту оказывая юридические усудия? Ну, на самом деле это так и получается, потому что они непосредственно взыскивают свою помощь в размере 60 тысяч. И также на наши, когда мы предлагали решить это все мирным путем, давайте мы устраним, они нам сразу сказали, хорошо, давайте устранять, но оплачивайте нам 60 тысяч. Наш ответ был, с чего мы вам должны оплачивать, если мы все устраним и так. Вы, в общем-то, тут и не нужны. Последний вопрос, который я вам задам из текста решения суда, мне вот, честно говоря, непонятно. То есть, с вас оно не вступило в силу, то есть, вы еще будете обжаловать, но логика написания мне непонятна. Из текста вытекает следующее. Вы должны вернуть покупателю кухни деньги, оплатить определенные затраты, которые были связаны с моральными страданиями, оплатить юридические услуги общественного объединения, компенсировать затраты по экспертизе. Но при этом кухня-то остается у покупателя? Ну, этот вопрос как бы, да, не решался судом по возврату кухни непосредственно. Хотя, опять же, в отзывы мы писали, в случае, если мы деньги возвращаем, человек, получается, обогатился. У него остается и кухня. Да, и кухня остается у него, получается, нет возврата этой кухни. И также он получает еще и деньги, которые он оплатил. Благодарю вас за ответы, я готов сформировать свое особое мнение. Закон предусмотрел схему защиты прав потребителей. Закон дал возможность людям создавать общественные объединения, деятельность которых должна быть направлена на помощь потребителям. Общество не платит пошлину при обращении в суд, как это делают остальные. Общество зарабатывает деньги путем оказания услуг и создания бизнеса, как в нашем случае, для компаний-специалистов. Наверное, при решении вопроса в суде название «общественное объединение» очень помогает. Как говорится, пришел представитель большого количества людей, выразил свое мнение о нарушении права и необходимости наказания всех виновных. По факту все сводится к выставлению счета и получению заработной платы. Мне непонятно, я думаю, городскому суду также будет интересно, почему суд первой инстанции читает документы по-своему. Эксперт дает заключение, ни за что не отвечает. Разве таких документов, я даже не могу назвать их доказательствами. Хватает, чтобы начать судебный процесс, не говоря уже о том, чтобы вынести решение. Конечную точку поставит городской суд. Наша передача попыталась сегодня помочь суду в этом. Это была программа «Особое мнение». С вами был Евгений Сейпульник. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова